МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения от армянской оккупации сел Сугавушан и Талыш Агдаринского района Азербайджана. 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов. Там был поднят трехцветный государственный флаг Азербайджана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Литвы Габриэлю Селандсбергиса, озвученные накануне в парламентской ассамблее Совета Европы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация тюркских государств отмечает 15-ю годовщину своего создания. 3 октября 2009 года было подписано Нахчеванское соглашение об учреждении Совета сотрудничества тюркоязычных государств с целью создания платформы для взаимодействия всего тюркского мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес-миссия российских строительных компаний в Азербайджане открылась сегодня в Баку. Компании из регионов России обсуждают с потенциальными партнерами возможности сотрудничества и реализации совместных проектов. Среди заинтересованных контрагентов – импортеры строительной продукции, застройщики и архитектурное бюро Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные территории. В Зангеландском районе глава государства принял участие в открытии гидроэлектростанции «Сарыгышлак Азерэнерджи», ознакомился со строительными работами, проводимыми в Зангеландском комплексе отдыха и со строительством 104-квартирного жилого комплекса в городе. Президент Ильхам Алиев также заложил фундамент 5-го и 6-го жилых комплексов в Зангелане, принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангеландской электросити «Азерэшик». Кроме того, президент Азербайджана и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента заводов «Престиж Кимья» и «Карабахстон» мебельного кластера литовской компании «Доминари» в промышленном парке «Экономическая зона Араская долина» в Джабраильском районе. Глава государства заложил фундамент фабрики по производству племенных яиц предприятия «Хиджаз Гушулук» комплекса по производству безалкогольных напитков «Азерсун Холдинг». Помимо этого, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания полной средней школы имени Мехди Мегдизаде на 960 ученических мест в городе Джабраил и ознакомились со строительством частных домов и социальных объектов в селе Хоровлу Джабраильского района. Ранее президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикации в связи с четвертой годовщиной освобождения Суговушана. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вместо того, чтобы занимать столь предвзятую позицию, лучше бы литовский министр обратил внимание на свою деятельность и призвал ПАСЭ предпринять необходимые шаги для восстановления диалога и сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнул Айхан Гаджизаде. Община Западного Азербайджана также прокомментировала антиазербайджанские заявления Габриэлюса Лансбергиса. Литва, которая массово и систематически нарушает права национальных меньшинств на своей территории и где имеет место случаи негражданства, не имеет права учить Азербайджан чему-либо, когда речь идет о правах человека. Вообще не подчеркнули, что Литва наряду с Францией, Нидерландами и Канадой является одной из последних стран, которые могут наставлять Азербайджан. В Страсбурге далеко не в первый раз прозвучали вымышленные и совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Заявление, которое сделал глава МИД Литвы Габриэлю Силанцбергис в ходе сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, наносит большой урон в устороннем отношении. Взгляды, высказанные действующим председателем Комитета министров Совета Европы, министром иностранных дел Литвы Габриэлю Силанцбергисом в адрес Азербайджана на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, Сложно назвать дружественными. Скорее провокационными. И самым неприятным фактом является то, что озвучила их с трибуны ПАСЭ высокопоставленное должностное лицо, глава дипломатии дружественной страны, прекрасно знакомый с реальной ситуацией и понимающий, что сказанное им в ПАСЭ, мягко говоря, далеко от действительности. Впрочем, международная дипломатия не приемлет понятия «приятно» или «неприятно» и апеллирует к фактам. А они таковы, что обвиняя Азербайджан в отсутствии прав и свобод человека, председатель Комитета министров Совета Европы автоматически превратился в марионетку в руках группы европейских стран или лиц, не приемлющих альтернативную точку зрения по любым вопросам международного или государственного права. Сама парламентская ассамблея Совета Европы в качестве международной структуры давно стала игрушкой Евросоюза, стремительно скатывающейся в авторитаризм. Дискуссии в рамках ПАСЭ традиционно используются странами коллективного Запада и их послушными союзниками для сведения счетов с неугодными им государствами. И вызывает сожаление, что глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис либо этого не видит и не понимает, либо осознанно предает все то позитивное, что было наработано между Азербайджаном и Литвой за десятилетия плодотворного сотрудничества. Без участия азербайджанской стороны и азербайджанской делегации прозвученные тезисы и заявления против нашей страны действительно безосновательны. И надо особенно отметить, что министр иностранных дел Литвы показывает предвзятое отношение к нам, и здесь западные его покровители выступают основными тезисами. Естественно, Азербайджан расценивает выступление министра иностранных дел Литвы Габриэлю Салландсбергиса провокационным и несоответствующими логике хотя бы потому, что в период с 2007 по 2022 года Литва участвовала в 26 отборах государственных проектов, проведенных в Азербайджане, и выиграла 17 из них. 12 из этих проектов общей стоимостью 20 миллионов евро уже реализованы, а 5 находятся на стадии реализации. Получается, что Литва осознанно поддерживала экономические отношения со страной, в которой, по словам Габриэлю Салландсбергиса, ущемляются права человека. В Азербайджане действует 20 коммерческих структур с литовскими инвестициями, в частности в сфере транспорта, строительства, торговли и услуг. Как объяснить тот факт, что литовские инвестиции вкладывались в государства, якобы попирающие международные демократические нормы? Более того, Литва является одной из стран, активно содействующих развитию сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. А Азербайджан представляет собой важное для Литвы государство в рамках программы Европейского Союза «Восточное партнерство», а также стратегическим энергетическим партнером для всего ЕС. Позволяет ли уровень мировоззрения главы МИД Литвы осознать, что в выступе против Азербайджана в ПАСЭ, этот дипломат, прежде всего, подставил свою собственную страну, с которой у Азербайджана налажены теплые и дружеские отношения. Давным-давно уже Литва потеряла свой суверенитет и субъектность. Эта страна является под воздействием Европейского Союза, военно-политического блока НАТО. И вот все эти нарративы показывают себя на межгосударственном уровне, потому что государство потеряло свое собственное мнение, и некогда, будучи пространством Советского Союза, сейчас они выступают против Российской Федерации и вмешиваются даже во внутренние дела Южного Кавказа, непосредственно Азербайджанской республики. Выполняя приказания антиазербайджанских сил на Западе, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис должен понимать, что его необоснованные обвинения не просто фактически снижают уровень литовско-азербайджанских отношений до разрыва, но позволяют озвучить ответные обвинения. К примеру, общеизвестным фактом является то, что в Литве фиксируется беспрецедентный всплеск русофобии, антисемитизма и исламофобии. Там вводится тотальный запрет на использование русского языка. Постоянно проживающих в этом государстве русскоговорящих людей лишают права голоса, конфискуют их имущество, а их самих заключают под стражу или выдворяют из страны, не считаясь с возрастом и состоянием здоровья. И если бы в роли председателя Комитета министров Совета Европы Габриэлюс Ландсбергис озвучил в пассе именно эти проблемы Литвы, причем без какого-либо геополитического контекста, а исключительно под углом прав человека, то это было бы гораздо более честнее по отношению не только к гражданам Литвы, но и жителям всей Европы. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана. Севинч Ханом, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, глава МИД Литвы озвучил антиазербайджанские заявления в пассе о якобы нарушениях прав человека в Азербайджане. А как вы считаете, под чьим влиянием он находится и намерен ли обострять двусторонние отношения? Безусловно, такого рода заявления главы литовского МИД, несмотря на то, что сегодня Литва возглавляет совет министров парламентской ассамблеи Совета Европы, все равно наносит, безусловно, ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Литвой. Но мы не должны забывать, что парламентская ассамблея Совета Европы, как и многие другие международные организации, будь то парламентские ассамблеи, будь то международные организации, работающие в других форматах, это хорошая площадка для пиар-акций. Я об этом уже говорила в отношении других персонажей, но сегодня мы так понимаем, что Габриэлюс Лансбергиус имеет какие-то определенные свои карьерные амбиции и для того, чтобы, опять же, прослыть таким, скажем, европейским борцом за демократию, за права человека, что является хорошим пиар-ходом для любого политика, дипломата. То есть на волне, опять же, осуждений Азербайджана пытаются заработать, грубо говоря, очки и вторить тем европейским государствам, которые сегодня выступают против Азербайджана в парламентской ассамблее Совета Европы. Наложить санкции на въезд в Азербайджан определенных лиц — это суверенное право Азербайджана, как и любого другого государства. Есть такая практика, как и в самом Совете Европы, в странах, членах Совета Европы, так и во всем мире. И сегодня выносить это на обсуждение и высказываться по этому поводу от имени главы МИД, опять же, любой страны, председательствующей, не председательствующей в этой организации, это, безусловно, не совсем, так скажем, мудро и не совсем правильный подход. Потому что, в принципе, у нас с Литвой какой-то период времени была общая история, и мы прекрасно помним борьбу за независимость, как она проходила практически параллельно. И я думаю, что факт оккупации Карабаха, как это все происходило, как азербайджанцы были изгнаны, депортированы из Армении, изгнаны из своих родных домов в Карабахе, все это, в принципе, Литва должна знать. И сегодня осуждать Азербайджан, опять же, в этнических чистках, примыкать к такого рода обвинениям, это не совсем правильно и не совсем, так скажем, этично, поскольку, опять же, имея общую историю, должно быть понимание того, что происходило и что происходит сейчас в Азербайджане. Мы абсолютно свободны налагать станции, опять же, на всех тех, кто нежелателен присутствовать в Азербайджане. Поскольку само решение Совета Европы, оно изначально было несправедливым, сомнительным, и, безусловно, те, кто поддержали его в тот момент, они высказывались не за справедливость, не за реальное положение вещей, а именно предвзято высказывая свое мнение против Азербайджана. Мы понимаем, что в последние годы отношение к Азербайджану менялось особенно после победы в 44-дневной войне, когда, в принципе, отпала необходимость в посредничестве любых международных организаций, в Барламентской ассамблее Совета Европы в частности. Да, мы понимаем, что другие организации занимались посредническими вопросами, но даже в рамках ПАСЭ в свое время был создан подкомитет по Нагорному Карабаху, где две делегации подразумевали встреча и работа, диалог между двумя делегациями, то есть какие-то попытки проводились. Но после того, как Азербайджан выполнил самостоятельно все решения международных организаций касательно своей территориальной целостности, восстановления своей территориальной целостности, то есть необходимость в этих организациях отпала, и мы заявили о себе как о сильном, мощном, независимом государстве, которое не будет примыкать к тем предвзятым отношениям, которые сегодня, к сожалению, царят в европейских структурах, в парламентской ассамблее Совета Европы в частности, потому что мы не можем и не могли, будучи в этой организации, участвуя в работе этой организации, примыкать и, так скажем, вторить тем, кто осуждает невиновных и закрывает глаза на преступления, закрывают глаза на определенные такие негативные моменты, которые происходят в странах-членах Совета Европы. Я думаю, что, будучи руководителем МИДа Литвы, я думаю, им самим нужно задуматься о проблемах, которые существуют в этой стране. И сегодня, если Совет Европы, как организация, которая, опять же, борется за права человека, борется с вопросами религиозной нетерпимости, национальных конфликтов, сегодня Литва именно та страна, в которой творит славянофобия, исламофобия. Мы это прекрасно знаем, и я думаю, что надо искать проблемы в самих себе в первую очередь, а потом уже вторить тем легендам и тем мифам, которые сегодня создаются в Совете Европы. Удивительный тот факт, что сегодня Азербайджан не участвует в работе этой организации, но все равно нас продолжают обсуждать, все равно, опять же, какие-то нереалистичные факты, нереалистичные подходы мы наблюдаем. Я думаю, это в первую очередь говорит, опять же, о полной деградации этой организации, поскольку сегодня в Европе существует огромное количество проблем, которые необходимо обсуждать, необходимо решать. И придумывать обвинения в адрес Азербайджан, как бы вклиниваться, внедряться во внутреннюю политику Азербайджана, в решение руководства Азербайджана, это, безусловно, неприемлемо. Необходимо было в свое время говорить о том, что азербайджанцы были изгнаны из своих родных земель, необходимо было в свое время защищать права около миллиона беженцев азербайджанцев. Мы, к сожалению, этого не наблюдали. А сегодня, когда, опять же, Европа и большинство европейских стран переживают огромное количество проблем, об этих проблемах, к сожалению, не говорят. Опять же, пытаются оказывать воздействие на Азербайджан, оказывать какое-то давление на Азербайджан. Но все прекрасно понимаем, и они понимают, что это ничем, так скажем, позитивным и положительным не обвенчается. Севинчханум, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо вам. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией была Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана. Продолжаем выпуск. Вторая Карабахская война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти 30-летней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Великая победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего Ильха Малиева, вписана в историю золотыми буквами. Четыре года назад, в этот день, 3 октября, азербайджанская армия подняла трехцветный флаг в Магадизе. Позже президент Ильха Малиев объявил о восстановлении исторического названия этого села Сугу-Ушан. 3 октября 2020 года. Шел седьмой день Второй Карабахской войны. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильха Малиев, на своей официальной странице в Твиттер сообщил об освобождении от армянской оккупации поселка Мадагиз. В тот же день населенному пункту было возвращено его историческое название Сугу-Ушан. Глава государства поздравил с освобождением поселка, командующего первым армейским корпусом Хикмя-Тагасанова, и поручил передать поздравления всему личному составу корпуса. В годы оккупации армяне построили на территории Сугу-Ушана несколько воинских частей, а часть под номером 49 971 бандформирования считали одной из лучших. Миф о непобедимости армянской армии был развеян. 3 октября азербайджанская армия также освободила села Талыш Тартарского района, Мехтели, Чахрлы, Ашагы-Маральян, Шейбей и Гуджайк Чебраильского района и Ашагы Абдурахмалы-Физулинского района. Министерство обороны обнародовало 3 октября 2020 года потери противника в течение первой недели Отечественной войны до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов боеприпасов, более 130 автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300. Армения продолжала обстреливать населенные пункты Азербайджана. В результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении за первую неделю Второй Карабахской войны погибли 19 гражданских лиц, 3 женщины и 2 малолетних ребенка. 63 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Тогда было заведено 12 уголовных дел в связи с преступлениями вооруженных сил Армении против мирного населения. Состоялся визит президента Финляндии Александра Стуба в Турцию, где он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности со своим турецким коллегой Раджепом Таипом Эрдуганом. В теме с экспертом разбирался наш корреспондент в Турции Турал Асади. Роль Турции в многополярном мире важна как никогда. Об этом по итогам встречи с Раджеп Таипом Эрдуганом в Анкаре заявил финский лидер Александр Стуб. По его словам, необходимо осознать важность Анкары на международной арене на фоне конфликтов в Украине, Газе, Ливане и других регионах. Турецкая республика, по его словам, предприняла много шагов для укрепления безопасности в Евроатлантическом регионе – от борьбы с нелегальной миграцией до вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. После вступления Финляндии в НАТО и подписания трёхстороннего соглашения с Турцией и Швецией в рамках Матрицкого саммита Альянса мы видим, как взаимоотношения Анкары и Хельсинки вышли на новый уровень. Этот процесс продолжается не только в рамках сотрудничества в НАТО, но есть и другие немаловажные общие сферы для сотрудничества. В частности, это касается вопросов посредничества и стремлений к миру. На фоне роста числа конфликтов, предпринимаемые двумя странами шаги и сотрудничества в области посредничества имеют важное значение. Нелегальная миграция – угроза со стороны России для Финляндии после того, как последняя вступила в НАТО. Вопрос членства Турции в ЕС по этим направлениям Анкара и Хельсинки ведут активную работу. По мнению экспертов, финская сторона старается демонстрировать конструктивную позицию по волнующим турецкую сторону вопросом, в отличие от многих других стран Европы. Прошло достаточно времени после того, как США и ЕС признали РПК террористической организацией. Тем не менее, ряд стран продолжили поддерживать не только РПК, но и связанные с ней другие террористические организации на территории Сирии. После стремления Финляндии и Швеции вступить в НАТО, Турция подняла вопрос, связанный с требованиями о её безопасности. Анкара смогла убедить страны НАТО в том, что активность террористов, их поддержка отдельными европейскими странами – это не только угроза нацбезопасности Турции. Данный вопрос ставит под угрозу эффективность самого Североатлантического альянса. Финляндия же остаётся в числе стран, которые поддерживают данную риторику Анкары, что, в свою очередь, дало ей возможность раньше Швеции стать членом НАТО. В целом же, если обратить внимание на заявления лидеров Турции и Финляндии, можно констатировать – две страны довольны уровнем сотрудничества. Однако им предстоит предпринять больше шагов как на двустороннем уровне, так и в рамках таких объединений, как НАТО и ЕС. Сегодня организация Тюркских государств отмечает 15-летие с момента своего создания. В связи с этим в Турции проводятся мероприятия по случаю юбилея организации. Все подробности узнаем у моего коллеги Турала Асади. Он подключается к нам. Турал, здравствуй. Что ж, как проходит мероприятие? Приветствую, Лидия. Сегодня в Анкаре состоялось мероприятие касательно 15-летия подписания Нахчеванского соглашения, который является официальным документом о создании Организации Тюркских государств. Также состоялся официальный прием по этому случаю. В рамках сегодняшних мероприятий на панели выступали официальные представители организации. В частности, Генсек Кубанычбек Муралиев, а также эксперты выступили с речами, подчеркивая важность сотрудничества в рамках Организации Тюркских государств между членами данной организации. В целом, если говорить о выступлении генерального секретаря Организации Кубанычбека Муралиева, он подчеркнул, что спустя 15 лет сегодня Организация Тюркских государств уже является более структурированной и имеющей огромный вес на политический вес на международной арене организации, серьезной организации, которая в силе решать проблемы, возникающие в нашем регионе, проблемы путем диалога, сотрудничества и, конечно же, в рамках ежегодных мероприятий, в частности, саммитов главы государств обсуждают самые актуальные политические и экономические вопросы, касающиеся будущего Организации Тюркских государств. Как раз-таки касательно будущего данного объединения, сегодня очень много говорилось здесь в рамках панельных выступлений и встреч, выступающие подчеркивали, что отдельные страны, члены организации Азербайджан, Турция, Тазарстан, Узбекистан, Кыргызстан, а также страны-наблюдатели, Туркменистан, Венгрия и Турецкая республика Северного Кипра должны с каждым днем все больше наращивать свой потенциал политического и экономического взаимодействия. По сути, в целом стороны довольны сегодняшним уровнем взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействия, но тем не менее есть куда стремиться в целом в том, что касается экономического взаимодействия. Здесь мы имеем такие совместные реализуемые проекты, как транскаспийский коридор, южный газовый коридор, где Азербайджан и Турция, а также Туркменистан, играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В целом были и другие важные актуальные темы, на которые здесь в рамках панели выступающие говорили, отмечали важность роли организации тюрьмских государств, и в частности Генсек ОТГ подчеркнул, что помимо прочего ОТГ в последнее время уделяет особое внимание проблемам с изменением климата, и в этой связи крайне важным является проведение в Азербайджане конференции КОП-29. Давайте его послушаем. Первое – это КОП-29. Это пройдет в нашем братском Азербайджане. Мы туда, не только Азербайджан, весь мир готовится, в том числе наша организация и, как говорится, наше государство. Я как отметил в своем выступлении, у нас один из таких инициатив первой встречи наших министров природы и ресурсов, они пройдут Баку, и в рамках этого будут, конечно, приниматься соответствующие документы. Сейчас идет к этому подготовка. Но, как я в своем выступлении сказал, у нас еще есть зеленые финансы, инициатива Казахстана. Сейчас предстоящий саммит Бичкеке тоже. Один из тем, это называется именно экология, зеленое сохранение климата. И это все будет, конечно, в итоге взаимосвязано с КОП-29. Я надеюсь, что КОП-29 в нашей стране будет участвовать активно и будет в соответствующей мере принято. КОП-29 ожидается проведение первой министерской встречи министров ОТГ, связанных с окружающей средой и экологией. Участники панели сегодня также говорили на темы, касающиеся культурного наследия стран, членов организации тюркских государств. И в частности было подчеркнуто, что после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации начался процесс восстановления Карабахского экономического региона Азербайджана, и здесь особое значение имеет, конечно же, воссоздание, восстановление культурного наследия страны. На эту тему мы также поговорили с президентом фонда тюркской культуры и наследия, а кто ты, Рэй Куловой. Давайте также послушаем ее. Мы знаем, что на ней находятся, на этой территории, самые важные и важнейшие культурные объекты. И, конечно, не только для истории азербайджанского народа, но и для всего тюркского народа. Конечно, сегодня ОТГ, Организация Тюркских государств и конкретно фонд тюркской культуры и наследия особенно внимательно относится к вопросам сохранения тюркского наследия во всем мире. И, конечно, вопросы сохранения наследия на Карабахе, в Азербайджане, это находится в приоритете нашего внимания. Со своей стороны, наша организация, фонд тюркской культуры и наследия, мы начинаем реставрацию мечети Годжахмедли, которая находится на Карабахе, в Физули. К сожалению, 30 лет не только эта мечеть, но и другие памятники культуры, как и материальные, так и нематериальные наследия, подверглись разрушению. И на сегодня мы, создав общую тюркскую ассоциацию реставраторов, прилагаем усилия всех наших стран, усилия именно реставраторов тюркского мира для воспроизведения и воспроизведения, воссоздания тех памятников, которые понесли большой урон. Я хотела бы сказать, что Азербайджан со своей стороны прикладывает огромные усилия в части восстановления инфраструктуры. Мы видим, как идет очень активно строительство, строительство домов, культурных объектов и возвращение людей на свои исконные земли, где они родились, жили. И, конечно, когда видишь эту радость, и ты понимаешь, что на самом деле справедливость, она должна восторжествовать. Я хотела бы сказать, что очень важно, что наши тюркские государства также включились в этот процесс. Вы знаете, что на Карабахе, в Физули, построена школа в Узбекистане. Вы знаете, что Казахстан построил центр детского творчества. Вы знаете, что сейчас в Агдаме начинает строительство школа, которая финансирует и строит Кыргызстан. Также наши тюркские страны, каждая страна, Турция прикладывает очень много усилий для того, чтобы инфраструктуру Азербайджана воссоздать. Вы знаете, я хочу сказать, что мы, как фонд тюркской культуры и наследия, сейчас и всегда будем обращать внимание на воссоздание и сохранение тюркской культуры и наследия. Для нас очень важно. Мы сейчас создаем каталог общетюркского культурного наследия, материального и нематериального культурного наследия. Этот каталог будет не только в печатном виде, но и в цифровом. Для чего он нужен? Для того, чтобы мы понимали, что у нас есть общая история, у нас есть общие ценности, общие обычаи. Члены организации тюркских государств продолжают сотрудничество по многим направлениям, и культурное наследие каждой страны, конечно же, является важным звеном в этом вопросе. И, конечно же, политическое содействие, политическое единство стран-членов организации также является приоритетным вопросом. Ожидается, что в рамках предстоящего саммита, очередного саммита ОТГ в Кыргызстане также будут обсуждены данные вопросы. И, помимо этого, возможно, Туркменистан станет полноценным членом организации, и вместе с тем процесс политической и экономической интеграции в рамках ОТГ еще более усилится, и страны-члены организации выйдут на качественно новый уровень сотрудничества. И здесь также необходимо отметить, что сегодня в рамках официальной церемонии от турецкой стороны на мероприятии выступал министр внутренних дел страны Алиер Ликая. Он также подчеркнул важность ОТГ для самой Турции. Здесь было подчеркнуто, что реализуется ряд важных проектов как для Турции, так и в целом организации. Вновь было подчеркнуто, что 15 лет назад Нахчеванское соглашение положило начало новому пути сотрудничества между тюркскими странами. И этот исторический путь, пройденный до сегодняшнего дня, он продолжается усилиями стран-членов организации. И новые призывы, а также перспективы сотрудничества ждут организации тюркских государств уже в будущем. Спасибо, Турал. Турал Асади подключался к нам к другим темам. В Баку состоялась международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой. Мероприятие под названием «Французская политика неколониализма в Африке» собрало делегатов из Сенегала, Буркина-Фасо, Мавритании, Демократической республики Конго, а также других африканских регионов. Участники поблагодарили Бакинскую инициативную группу за предоставление эффективной площадки по донесению их правого голоса до мировой общественности. Цена суверенитета в глобализованном мире. Под таким названием в Баку стартовала первая панельная дискуссия международной конференции, посвященной французской неоколониальной политике в странах Африки. Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой. Выступившие на встрече отметили, что, несмотря на политическую независимость, африканские государства продолжают бороться за свою автономию в условиях влияния транснациональных корпораций и бывших колониальных держав. Страны Африки остаются главными жертвами жестокой колониальной политики Франции. Пятая республика регулярно обвиняет другие страны в нарушении прав человека, но сама игнорирует проблемы, в частности, связанные с дискриминацией чернокожего населения и ситуацией в своих колониях. Делегаты подчеркнули важность объединения общин в борьбе за права и свободу народов Африки и выразили уверенность в победе над колониализмом. Для меня большая честь быть в Баку по приглашению Бакинской инициативной группы и участвовать в работе столь важной конференции, посвященной борьбе с неоколониализмом. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются страны Африки – это неоколониализм. Мы не освободились от колониального наследия. Африканцы должны сообща подумать о своем самоопределении и независимости, и нужно бороться с проблемой неоколониализма на глобальном уровне. Я выражаю особую благодарность Азербайджану за организацию подобной встречи для обсуждения этих вопросов. Для эффективной борьбы с неоколониализмом необходимо объединиться с такими странами, как Азербайджан. Надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться в будущем и в других странах мира. Мы считаем, что колониализм в любом формате должен быть ликвидирован. Всё человечество должно сплотиться вокруг этой проблемы. Мы, африканцы, устали от этого. Баку – это платформа, где народы, страдающие от колонизации, могут говорить о своих проблемах. Мы должны гордиться наличием таких платформ, как Бакинская инициативная группа. Поддержка, которую Баку оказывает народам в борьбе с неоколониализмом, должна служить примером для других стран. Вторая панельная дискуссия была посвящена экономическим проблемам. Экономика региона оказалась в состоянии стагнации. Отсутствие развития – не случайность. Пятая республика на протяжении столетия эксплуатирует богатые природными ресурсами страны, подвергает их народу репрессиям, использует в качестве живой рабочей силы. В Мавритании мы сталкиваемся с неоколониализмом со стороны Франции. Мы должны быть очень богатой страной, ведь у нас есть все – нефть, золото, рыба. Но мы бедны, потому что наша нефть, наше богатство и все ресурсы крадутся Франции. У нас меньше пяти миллионов жителей. Мы ежедневно сталкиваемся с этим неоколониализмом. Французский – не наш язык, но мы обязаны говорить по-французски. Наша молодежь, наши дети должны говорить по-французски, и через этот язык транслируется французская культура. Мы не можем развивать нашу культуру. Это огромная проблема. Я из республики Конго. В моей стране ради независимости своими жизнями пожертвовали тысячи людей. Они боролись за родину. Сегодня, благодаря им, мы независимая страна на карте мира. Но определенная колониальная зависимость осталась. Наш регион богат природными ресурсами, и по этой причине они хотят нас вечно держать в зависимости. Участники конференции выразили благодарность Азербайджану, активно участвующему в борьбе за независимость колонизированных народов. По их словам, Азербайджан – страна, которая отличается своей приверженностью поддержки суверенитета стран Африки и других регионов. Они подчеркнули особую роль бакинской инициативной группы за создание пространства для размышлений и обмена мнениями. В свою очередь, исполняющий директор бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил, что рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом. Несколько часов назад коллектив организации «Поддержка политзаключенных Канаки», действующий в Новокалейдоне, направил в нашу организацию специальное письмо. Семьи арестованных выражают особую благодарность за поддержку, оказанную нашей организацией. «Хочу подчеркнуть, что наша деятельность высоко ценится как бывшими, так и существующими колониями. Как известно, мы начали сотрудничество с бывшими колониями один-два месяца назад. В основном мы тесно сотрудничаем с теми регионами, которые в настоящее время страдают от колониальной политики, то есть в настоящее время являются колониями». Участники встречи заявили, что цель проведения подобных мероприятий – возможность донести голос до внимания людей разных регионов и международных организаций. Подобные дискуссии, по их словам, помогают лучше понять проблемы и возможности, которые открываются перед народами, страдающими от колониальной политики Франции. Жаля Гусейнова, Вюса Олег Перов, Сибиси. Избиение, аресты и лишение гражданства. Так французская власть наказала известного активиста Кеми Сиба за поддержку движения против колониальной политики Парижа. Он уже более 20 лет пытается бороться с преступной деятельностью Пятой Республики на ее заморских территориях. В интервью Сибиси активист поделился ужасающими подробностями нечеловеческого отношения власти Макрона коренным жителям африканских государств. Франция создала позорную систему порабощения, от которой нужно избавить африканские страны. С таким заявлением в Азербайджане выступил известный активист, один из ярых критиков французского неоколониализма Кеми Сиба. В интервью Сибиси противник власти Макрона рассказал о гонениях, которым он подвергается из-за справедливой критики в адрес руководства Франции. В этом году его лишили французского гражданства, а до этого дважды сажали в тюрьму. Режим президента Эммануэля Макрона требовал от активиста перестать оказывать поддержку движению за независимость заморских территорий Пятой Республики. Но Сиба останавливаться не намерен. Говорит, с колониальной системой надо разобраться раз и навсегда. Существование этой системы связано с давлением Запада, потому что эти западные страны эксплуатируют наши природные ресурсы. Франция обладает сильной экономикой благодаря использованию наших ресурсов. Теперь Париж не хочет лишаться этой выгоды. Если же французы перестанут присваивать себе богатство африканских стран, то экономические показатели Франции будут существенно ниже по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Именно по этой причине Париж сегодня делает все возможное, чтобы удержать эти земли. Но мы приняли однозначное решение. Больше нам никто не может указывать. Мы будем сами распоряжаться своей судьбой. До визита в Азербайджан я был в Венесуэле, Турции. Также планирую посетить Китай и Россию. Мы всегда будем рядом с теми, кто готов нас поддержать. Кеми Сиба родился во Франции в 1981 году. О притеснениях в этой стране он знает не понаслышке. Говорит, неоднократно бывал свидетелем дискриминации коренных жителей африканских государств. Благодаря своей правозащитной деятельности активист получил известность в соцсетях. У Сибы свыше миллиона трехсот тысяч подписчиков в Фейсбук и сотни тысяч на таких платформах, как ТикТок, Инстаграм, Икс, а также Ютуб. Посредством соцсетей он также пытается донести до мировой общественности всю правду о французском колониализме. Противник французского Ига уверен, что Азербайджан продолжит оказывать поддержку африканским странам в борьбе за справедливость. Чем еще может помочь нам Баку? Я бы сказал, что главное и дальше поддерживать наши организации, наше справедливое движение. Мы также нуждаемся в экономической поддержке. Нам могут помочь и с проблемами логистики. Баку сегодня играет важную роль в донесении нашего голоса до мировой общественности. И без того сделано очень многое, но мы надеемся на еще большую поддержку в плане логистики. После незаконного лишения активиста французского гражданства ряд африканских стран представил Сибу дипломатический паспорт, а президент Нигера вовсе назначил его специальным советником. Несмотря на многочисленные угрозы от французского режима, Сиба намерен и дальше поддерживать движение за независимость. А главными друзьями в этом деле он называет членов бакинской инициативной группы. Участники Международного бакинского форума абуцменов на тему изменения климата и права человека, роль абуцменов и национальных институтов по правам человека посетили освобожденный от оккупации город Агдам. В визите принимают участие абуцмен Азербайджана Сабина Алиева, а также абуцмены, руководители национальных институтов по правам человека, информационные комиссары и эксперты в области плавчеловека из Турции, Венгрии, Кыргызстана, Филиппин, Кении, Северной Македонии, Марокко и Молдовы. В рамках визита, который направлен на информирование мировой общественности о многочисленных преступлениях, геноцида, урбицида, экоцида и других фактах агрессии Армении против Азербайджана, планируется провести наблюдения на освобожденных территориях, включая Агдам. Накануне состоялся международный бакинский форум абуцменов, которые посетили более 60 гостей из почти 30 стран. В заключении была принята декларация, которая внесет свой вклад в усиление роли абуцменов и национальных институтов по правам человека, решение экологических проблем, а также повышение осведомленности в этой области. Смешанное чувство, потому что с одной стороны чувство гордости, что освобождены наконец-то территории, что азербайджанский народ добился почти за 30 лет борьбы, он добился того, что исконно азербайджанские земли вернулись в страну, восстановлена территориальная целостность, огромная заслуга вашего президента. Это, пожалуй, это, знаете, я вам скажу, как специалист международник, что это единственный в мире случай, когда полководец, руководитель страны, руководитель армии возвращает, не оккупирует, не занимает чужие земли, не присоединяет какие-то земли, не увеличивает территорию своего государства за счет соседей, а возвращает и восстанавливает территориальную целостность своей страны. Это единственный случай в новейшей истории. Но я как бы вообще не слышала раньше тоже такого. Так что честь и хвала вашему президенту. И чувство такое, чувство гордости прежде всего. Чувство скорби из-за того, что многие ушли. И борьба эта была долгой. И большая благодарность организаторам за то, что все это организовали, за то, что мы увидели. А вот последний штрих – это вообще посадить деревья, это оставить память. Сегодня мы посетили территории, которые раньше были оккупированы Арменией. Для меня это очень интересный опыт. Мы объединялись с коллегами важной информацией. Также мы обсудили вопросы защиты окружающей среды. Необходимо и дальше делать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию с экологией. Что мне больше всего понравилось – природа региона. Конечно, разрушения сильно расстраивают. Войн больше не должно быть. Ни здесь, ни в других частях планеты. Это то, что не должно повториться. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.